итак всем привет мои хорошие я снова с вами я снова вернулся сегодня я хочу поговорить о тех девайсах которые у меня были раньше рассказать вам вообще свое мнение о них свои так сказать ощущения после использования я где-то использовала руль т-300 трост мастер полгода вместе с педалями tl 7 так что уже какое-то не какое-то мнение у меня о них сложилось и сегодня я об этом с вами поделюсь первое что хочу заметить все блогеры ютуберы и вообще где-то в дискордах ребята которые уже как бы давно катают все советуют т-300 для новичка в 2023 году это наверное самый актуальный девайс для входа в sim racing я тоже самое сделал я послушал ребят и приобрел себе руль т-300 и педали тл 7 началось все с того что я начал использовать их как бы для тренировок для каких-то покатушек каких-то аркадных гонках и также вас это корсик комбициона что могу сказать ну во первых начнем давайте с ценовой категории да то есть ценовая политика данных девайсов достаточно актуальная достаточно недорогая то есть руль там в пределах 25000 можно купить я извиняюсь за телефон до педали там что-то 1215 ну в принципе в принципе это достаточно недорого как бы до для нынешней ситуации на рынке и допустим если выбирать между там 29 логите чем да то наверное т-300 намного выше по уровню чем логите 29 за счет этого какие плюсы над конкурентами да то есть первое что на что надо обращать внимание это плюсы данного девайса плюс из плюсов здесь на самом деле много это первое что сразу же бросается в глаза да то есть это фидбэк то есть тот уровень который какие-то более дешевые девайсы не могут передать до кроме там каких-то вибраций и так далее и тому подобное здесь есть уже фидбэк здесь вы уже будете чувствовать усилия в гонках как бы да в симуляторах именно уже будете понимать о том что как себя ведет автомобиль как как себя ведет резина на дороге да то есть у них уже не шестеренки вернее на т-300 еще шестеренки да но они между собой соединены как вы видите на картинке до риминным приводом то есть это не две шестеренки грубо говоря ходит одна об одну да то есть а здесь уже это намного плавнее и мягче за счет того что есть ремни да еще один плюс это совместимость с разными консолями компьютерами да то есть вы можете использовать один руль да то есть и на компьютере и на плейстейшене на иксбоксе еще где-то да господи что же вы меня мучить и своими смс-ками простите то есть соответственно вам не надо то есть если у вас и на компьютере вы играете и на плейстейшене в какие-то симуляторы вам не надо иметь два девайса да то есть насколько я знаю что логите че у них как раз таки есть с этим проблема с учетом что один идет для пока версии до 2 идет для консольных версий поэтому это еще один плюс давайте поговорим о минусах то есть какие минусы у этого руля сейчас я вам расскажу то что пишут в интернете да потом расскажу с какими столкнулся я да то есть первое что пишут и то что как бы все говорят об этом да что он греется когда со выставляешь там на максимум фидбэк до в драйверах и в игре блин у меня тут гроза он греется ну скажу так что с этим и отключает фидбэк то есть фидбэк падает я скажу так что в осетке я с этим не сталкивался ни разу вот было похоже что-то у меня близко подходила к нагреву это было у меня в гран туризма 7 на плейстейшене я просто трогал базу сверху и понимал о том что да наверное это уже температура ну как бы выше норма выше среднего да но такое чтобы отключался фидбэк я не замечал то есть это как бы ну может быть у меня либо может я мало играл хотя это по 5 по 6 часов я играю как бы поэтому скорее всего бы это вылезло опять же наверно мне кажется это происходит из-за того что люди не обслуживают свои девайсы то есть человек допустим на бу рынке приобрел трост мастер т-300 руль до пришел домой установил подключил и поехал через неделю такой оп у него начинает там через час пропадать фидбэк он такой блять говно греется все продаем да то есть но открыв не ну то есть можно было его открыть и посмотреть может там пыли уже ну как бы вот такой слой и поэтому ему ничего не остается кроме как греться здесь все таки я думаю что большинство отзывов именно от этой проблемы хотя я ведь я знаю ребят у которых и в принципе достаточно чистый руль и все равно грелся ну не знаю у меня этого не происходило может быть я мало катал ну не знаю у меня этого не происходило да то есть какая проблема была у меня у меня были вот если вы можете заметить на картинке до подрулевые лепестки пипа подрулевые переключатели у меня через где-то месяц использования да ну скорее всего это из-за моей неопытности и моего возраста я не знаю как это еще назвать да то есть там есть пластмасски которые эти лепестки держат да и через которые стоят пружины до самой базе и вот у меня эти пластмасски под лопались причем и на правом и на левом лепестке никак это не ощущалось в начале то есть на переключение все нормально переключалось но потом со временем я начал замечать да что на понижение особенно когда надо быстро перещелкнуть да то есть 6 до 1 допустим и они начали так начиная щелкать и где-то с передачи зависают то есть со второй на первую не переключается до с первого тыка там или с 3 на вторую не переключается с первого тыка я полез смотреть соответственно разобрал лепестки увидел что и там и там у меня сломанные эти пластмасски не просто трескаются ну не знаю может быть это было еще до того момента когда я его покупал может где-то какой-то брак был еще что-то но суть вот такая я их починил принципе нормально запаял заклеил и поставил и все у меня дальше продолжила работать в нормальном режиме все на продолжила переключаться потом я просто такие же про смазки заказала мне на 3d принтере их сделали я их поменял и все я перестал вообще об этом думать все больше у меня проблем с т-300 не было вообще что я хочу какой лично мой отзыв по именно по рулю сначала мы разговариваем пока пока про руль у меня как бы только положительные эмоции вызывал данный девайс почему потому что я пробовал вот эти всякие другие рули там лаги течи не лаги течи какие-то китайские да и ну здесь руль я вам скажу для новичка это вы самый высокий уровень данного руля да то есть чтобы начать кататься чтобы начать тренироваться учиться в симуляторах сим рейсинге вот то есть этот руль однозначно я порекомендовал бы как первый покупать какое-то дешевое говно там ой я извини за выражение да то есть там за 5000 за 7000 рублей какие-то рули там без обратной связи без фидбэка просто на этих на каких-то вибрациях основанная то есть я бы не рекомендовал да может быть попробовать для себя чисто пойдет непонятно понравится не понравится может быть купить но с другой стороны ребят вы задумайтесь о том что даже если вам не понравится вам этот руль нужно будет продавать если тот же т-300 вы продадите просто вот ну за неделю до если адекватное состояние адекватная цена да то вот эти вот говно девайсы которые там дешевая то вы их будете также долго продавать как и человек предыдущий да то есть поэтому это тоже имейте ввиду что даже если вы потом по вам понравится и вы захотите вырасти да как бы купить что-то уже с директ на директ драйве да то есть то вам придется также это все продавать и здесь уже время будет либо играть вам на пользу его если вы продаете т-300 либо если вы продаете какое-то дешевое китайское то время будет против вас у рулю все мне понравилась обшивка самого руля все достаточно качественно вообще нет претензий единственный момент конечно который меня не очень радовал да что вот эти болты которые находят прикрепят руля к основанию хабу да то есть они со временем немножко покрываются ржавчины то ли это просто от влажности то ли я не знаю почему но ничего у меня никогда на руль не попадала не вода не какие-то ну то есть жидкости но вот в моменте когда я ремонтировал лепестки да я снимал руль откреплял и и заметил что есть ржавчина перейдем к педалям к педалям это вся боль можно так сказать моего использования их я вам сегодня расскажу эти педали все хвалят в интернете просто куча информации всех хвалят все советуют берите и я как бы тоже повелся на это и купил эти педали о о чем в дальнейшем я потом пожалел во первых да самый главный плюс это датчик лоцелл да круто но если у вас нет кокпита да то эти педали будут доставлять вам только геморрой то есть вам по-любому нужно собирать какой-то кокпит чтобы у вас было сидение и педали да это одна конструкция иначе вы просто будете уезжать куда-то но как-то это короче будет происходить фигово ценовая категория данных педалей в россии сейчас в районе 12-15 тысяч рублей на это достаточно дорого я бы сказал для этих ну именно вот эти педали не стоят столько денег я говорю сейчас про бы усик рынок не про новое новое там вообще космос да то есть про был рынок что какие есть плюсы ну плюс это понятно плюс это лоцелл датчик это как бы круто плюс уже газ и сцепление достаточно как бы тугие да то есть ты уже намного это под нажимая педаль газа ты ее чувствуешь на ноге и понимаешь ее степень нажатия да но я вам так скажу огромный минус этих педалей огромный минус этих педалей это то что без дополнительных модификаций это говно и даже я вот новичок который совсем немного катается в сим рейсинге понял что это говно и потом когда я общался уже ребятами профессиональными у которых то у которых там топовые времена на трассах да и они и рассказывал что вот почему у меня здесь не работы почему я здесь не чувствую почему вот тут так происходит почему я здесь не могу нормально трейлить а какие у тебя педали тлсм с модами нет ну вот поэтому и не можешь потому что педали говно странно а все советуют все говорят ну вот так поэтому здесь я вам скажу что без модификаций без дополнительных трат нам на моды до чтобы вместо пружин поставить какие-то резинки какие-то проставки лучше даже сам фотон даже сам фотон в обзоре на тлсм и говорил о том что без модификаций их невозможно использовать ну вернее можно использовать но не в полноценной мере как бы да то есть вы как-то будете кое-как ехать но не будете полностью выкладывать свой потенциал поэтому что скажу по поводу педалей рассмотрите что-то другой вариант какой-то другой вариант те же т-3 и п-8 там что-то такое короче которое более дешевая пусть они без лол ци от датчика да но они хотя бы вам будут понятнее более не нужно будет покупать или собирать какой-то cockpit не нужно будет заморачиваться вот с этим совсем то есть просто пришли купили вот эти педальки поставили их там на двухсторонний скотч их приклеили к полу и все и забыли за них просто для начала вот я бы все-таки советовал так для людей которые хотят реально как бы уже знают о том что понимают о том что они будут этим заниматься не будут тренироваться не будут кататься гонять и развиваться в этой сфере то я бы наверное посоветовал моза и серпи педали как стартовый вариант как начально для начального уровня у меня есть на них обзорчик в на канале можете посмотреть вот они по качеству по визуализации я их еще не испытывала в гонках как бы да я пока жду свою базу поэтому не могу это сделать но они по визуализации если сравнивать страст мастер тл цемами просто но небо и земля это как будто но разный уровень педалей поэтому и по ценовой категории они достаточно ну плюс минус в одинаковый поэтому если вы все-таки думаете что вы собираетесь замен заниматься этим там на полупрофессиональном уровне да то рассмотрите лучше педали этих покупки и в заключении в заключении я вам ну скажу так что т-300 это идеальный вариант для стартового руля вот идеальный вариант даже в 2023 году это идеальный вариант потому что какой-то даже direct drive аналог там на 5 ньютон метров фанатека или от той же мозы стоит космических денег в три раза в два раз половины раза дороже то есть там цены начинаются от 50 тысяч до когда т-300 вы можете купить там за 20 за 17 даже есть какие-то бушные варианты то есть но вот вам разница что касаемо педалей ну вы тут все меня услышали что с педальными все-таки я бы порекомендовал вам не покупать тл 7 его от слова вообще вот это лично мое мнение это мнение экспертов которая как бы не на ю тубе а чисто катаются в свое удовольствие до ребят которые занимаются этим профессионально вот это также и они сказали что педали говно и лучше ездить на вот обычных там стен за датчиками педали или как они называются да то есть и не париться поэтому вам спасибо большое за просмотр за то что были со мной ставим лайкосик подписываемся на канал чик всем пока удачи до новых встреч